Девушки отдыхают Народное гуляние и концерты звезд. Где и как будем праздновать День города и День России? Ассигнование на полмиллиона рублей. Сколько автобусов на эти деньги хотят закупить для Нижнего Новгорода? Финал проекта «Я топ-модель». Кого считают фаворитом зрителей и кому достанутся главные призы? Нижегородцы погорели под Ростовом. Во время туристической поездки неожиданно вспыхнул автобус. Топир-предсказатель. Кому пророчат победу на чемпионате мира по футболу обитательница Нижегородского зоопарка? О главных событиях этой пятницы я и мои коллеги расскажем вам. Прямо сейчас в эфире службы новостей «Город». Меня зовут Мария Едеринская. Здравствуйте. Итак, долгожданное тепло придет совсем скоро. В День города синоптики прогнозируют повышение температуры до плюс 18, плюс 21 градуса днем. Вместе с тем юго-западный ветер может принести в регион игрозы. Но вот в ближайшие выходные дни улучшения погоды ждать не приходится. До середины следующей недели не обойдется и без дождей. Правда, они, по заверениям метеорологов, будут кратковременными. Отмечу, что погодное значение первых дней июня на 7 градусов ниже среднего показателя за последние 10 лет. Но несмотря на погодные сюрпризы, Нижний Новгород готовится отпраздновать День города и День России. По традиции, 12 июня горожанам предложат обширную программу развлечений. Массовые гуляния начнутся во вторник в 13.00 на площади Минина и Пожарского. На главной городской площадке состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов Нижнего Новгорода. В 15.15 на стадионе «Динамо» выступит известная группа «Градусы». Со сцены прозвучат самые популярные композиции севастопольских музыкантов. Кроме того, «Динамо» станет площадкой сразу для нескольких фестивалей спортивного и музыкального. А в 21.00 праздничная программа продолжится выступлением группы «Серебро». В 21.50 на площади Минина и Пожарского для любителей российской поп-музыки состоится концерт самого популярного холостяка нашей страны Егора Крида. Праздник на главной сцене города продолжит танцевальный флешмоб «Влюбиться в Нижний», после которого нижегородцев ждет уникальное 3D-мэппинг-шоу. Холстом для мультимедийного изображения станут стены зданий, расположенных на площади Минина. Завершатся народные гуляния фейерверком, который состоится в 23.10. Празднование Дня города пройдет и на других площадках. На Нижневолжской набережной в 17.00 нижегородцам предлагают принять участие в акции «Падение синего забора» и торжественном открытии прогулочной зоны. Концерты, акции и мастер-классы проведут в каждом районе города. Центром гуляний в Автозаводском районе станет Автозаводский парк, в Канавинском – парк имени 1 мая, в Ленинском – площадь перед кинотеатром «Россия». Жителей Московского района приглашают в зоопарк «Лимпопом», а Сормовчан – в Сормовский парк. В Приокском районе День города по традиции отметят в Швейцарии, а в Советском – в парке имени Пушкина. Ну и еще один приятный сюрприз к праздничным дням готовит Нижегородская канатная дорога. Воздушные переправы 12 июня изменят график работы. Подробнее об этом расскажем короткой строкой. В День города канатная дорога откроется позднее обычного – в 9 утра. Зато вечером проработает на полтора часа дольше – до 23.30, чтобы все гости праздника в Нижнем Новгороде успели и салют посмотреть, и добраться до дома по воздуху. В Нижнем Новгороде ограничат движение по двум улицам. В Советском районе на улице Солганский с 14 июня по 8 июля проезжая часть будет сужена у дома номер 1А. Ограничение скорости – 40 км в час. С 21 июня по 20 июля планируется провести ремонт водопровода ближе к дому номер 6. А с 20 июля до 6 сентября работы будут проходить в районе дома номер 30 и на пересечении Солганской и Артельной. Ограничение движения на проспекте Героев будет действовать до 30 августа в связи с ремонтом канализационных колодцев. Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Нижегородцы поедут на юг с комфортом. Горьковский филиал федеральной пассажирской компании получит 56 новых плацкартных вагонов, оборудованных биотуалетами, системами кондиционирования и розетками для зарядки телефонов. Новые вагоны войдут в состав поездов номер 87 и 88 с сообщением Нижний Новгород-Адлер и номер 1-2 с сообщением Казань-Москва. План по восстановлению леса выполнен на 100%. В этом году в Нижегородской области высадили около 18 миллионов деревьев на площади 3600 гектаров. Треть из них – посадочный материал с улучшенными генетическими свойствами. Напомню, леса занимают 53% территории региона. По этому показателю Нижегородская область вошла в тройку лидеров по ПФО. На другим темам билет на 2 рубля дороже. Поднять цены за проезд в своих автобусах планируют несколько частных перевозчиков. Что подталкивает предпринимателей к этой мере, расскажем в обзоре финансовых новостей. Резкое увеличение цены бензина привело к тому, что несколько частных перевозчиков Нижнего Новгорода рассматривают возможность поднять стоимость проезда до 30 рублей. В частности, об этом заявили представитель компании «Лидер Транс» и руководитель компании «Автопарк НН». Когда произойдет повышение, информации нет, но перевозчики, согласно правилам оказания услуг, должны будут сообщить об этом заранее. В то же время региональный Минтранс рассматривает возможность приобретения для Нижнего Новгорода 150 автобусов на газомоторном топливе. Финансирование закупки рассчитано из бюджетов всех уровней. На текущий год размеры сигнований составят 200 миллионов рублей, в последующие годы еще 346 миллионов. Банк России пока не собирается повышать ключевую ставку. Комментируя это решение, глава регулятора Эльвира Набиулина заявила, что политика Центробанка по-прежнему остается жесткой, при этом ставка будет снижаться и дальше, если для этого будут необходимые условия. На сегодняшний день ключевая ставка составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание Центробанка, на котором будет рассматриваться возможность ее изменения, назначено на 15 июня. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 4 месяцев этого года увеличился на 45% в составе в 93 тысячи машин. По данным Федеральной таможенной службы, в отчетный период в Россию везли новых легковушек на 2,3 миллиарда долларов. При этом только в апреле было импортировано 26 тысяч машин на 823 миллиона долларов. За 400 тысяч фунтов стерлингов, что приблизительно составляет 33 миллиона рублей, в Уэльсе предлагают купить остров-крепость у побережья Пимбургшира. Цена равняется стоимости однокомнатной квартиры в Лондоне. До объекта продажи можно добраться за несколько минут на лодке. Владелец недвижимости считает, что здесь можно реализовать массу разнообразных проектов, в том числе для туристов. По данным Центробанка, курс доллара на выходные 62 рубля 82 копейки, евро 73 рубля 84 копейки. Цена за баррель нефти марки «Бренд» 76 долларов 72 цента. Четыре месяца упорной работы, десятки фотосессий и сложнейших испытаний. Накануне состоялся финал масштабного проекта «Я топ-модель» на Первом городском телеканале. До финала дошли лишь шесть человек. Среди главных призов – контракт с Международным агентством о участии напрямую в конкурсе «Мисс Нижний Новгород». Как прошло это грандиозное событие и чьи шансы на победу оказались самыми реальными, расскажет Надежда Рожнова в нашем селфи-репортаже. Ну что же, мы находимся с вами на финале проекта «Я топ-модель» второй сезона. И буквально через пару часов мы узнаем, кто же получит контракт с Международным агентством и проход финал «Мисс Нижний Новгород». Ну а пока гости собираются, участники волнуются за кулисами. Сейчас мы узнаем у них, как они себя ощущают. Даш, волнуешься ли ты? Нет, я вообще не волнуюсь. Я нормально. Я в предвкушении красоты и фиаско. Никит, привет. Скажи, пожалуйста, волнуешься или нет? Ой, Надя, смешанные чувства. Вот как-то грустно, знаешь. Я не волнуюсь, но мне так грустно. Аж плакать хочется. Все, все заканчивается. Конечно, мы все волнуемся. Мало ли кто-то пойдет не туда, что-то перепутаем, не с той ноги, не так проходка. Упадем, в конце концов, запнемся. Все, что угодно может произойти. На протяжении четырех месяцев у участников были десятки интересных фотосессий. Сегодня идет заключительное испытание «Депиле». Вот по этому позиуму. Они пойдут прямо сейчас. Депиле «Депиле» и артистов. Здесь очень много интересных активностей. Привет! Сегодня здесь очень много гостей. Ну что, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вам мероприятие? Все очень здорово, все очень красивые. А отличный актер, ну как просто, тяжело. Фотограф нашего проекта. За кого болеешь ты сегодня? Честно? Наверное, за Дашу, за Никиту, за Лешу, за всех. Абсолютно за всех. Это потрясающие ребята. Я думаю, они должны прийти абсолютно всех. Мне кажется, что контракт с агентством подмежит Никиту или Дашу Близнову. А в бизнес-мир номер пройдет другая, да? Кого поддерживаешь? За кого болеешь? Я болею за Никиту и за Дашу Близнову. Победительницей проекта «Я топ-модель» Топ-модель? Кто? Ну а кто же стал победителем проекта «Я топ-модель» второй сезон? И кто сегодня заберет вот эту корону, вы узнаете совсем скоро. Ну а кому достались контракт с Международным агентством и право участвовать в финале конкурса «Мисс Нижний Новгород», смотрите на Первом городском 16 июня в 21.00. Ну и далее мы ненадолго прервемся, и вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Нижегородцы погорели под Ростовом. Во время туристической поездки неожиданно вспыхнул автобус. Топ-модель предсказатель, кому пророчат победу на чемпионате мира по футболу обитательница Нижегородского зоопарка. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Убил из ревности. Сорокалетний житель автозаводского района в порыве ярости нанес соседу несколько ударов молотком по голове. Чтобы скрыть следы преступления, он завернул тело в ковер и вынес на балкон. О случившемся в полицию сообщили соседи. Сейчас подозреваемый арестован. Свою вину он в совершенном преступлении полностью признал. О других происшествиях расскажет Валерия Стародомова. Здравствуйте. В Нижегородской области вынесли приговор участнику банды, которая на протяжении двух лет совершала грабежи и разбойные нападения на граждан, банки и коммерческие организации. Кроме того, в 2014 году преступники, двое из которых нижегородцы, похитили из музея в Иваново 4 картины «Левитана» на общую сумму 180 миллионов рублей. Противоправная деятельность участников банды пресечена на территории Дальнего Константинского района Нижегородской области при совершении им очередного разбойного нападения на граждан. В отношении сотрудников ДПС, оказавшихся на месте совершения преступления, один из злоумышленников произвел выстрел из автоматического оружия. В результате оперативно-розыскных и поисковых мероприятий все участники банды были задержаны. В ходе расследования уголовного дела следователям следственного комитета изъято 15 предметов огнестрельного оружия. Автоматы, пистолеты, револьверы, пистолет, пулемет и другие. Огромное количество боеприпасов, более двух тысяч. Суд приговорил 51-летнего мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. На трассе в Ростовской области загорелся автобус с туристами из Нижнего Новгорода. Пассажиры и водители успели вовремя покинуть полыхающий салон. По предварительной версии, пожар начался из-за неисправности автобуса, который следовал по маршруту Нижний Новгород-Небук. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Пламя удалось быстро потушить. Тем не менее, транспортное средство выгорело полностью. Спустя несколько часов туристы продолжили путешествие на новом исправном транспорте. Пожар в наркопритоне. В Держинске сгорела нехорошая квартира. Никто из жильцов дома не пострадал. Причиной пожара стала непотушенная сигарета, оставленная кем-то из гостей дома, двери которого открыты для всех желающих. О владельце квартиры ничего не известно. О возгорании в дежурную часть МЧС сообщили соседи. Пламя удалось быстро потушить. Полностью выгорела только одна комната. Пытался проскочить на красный. Водитель Лады стал виновником аварии в Сарове. ДТП произошло на пересечении улиц Зернова и Арзамасской. На записи с камеры видно, что второй участник аварии, водитель иномарки, начал движение на желтый сигнал светофора. От удара Лада отлетела на несколько метров. Машину развернуло. Автомобили получили серьезное повреждение. Степень вины каждого из водителей предстоит установить дорожным полицейским. Авария произошла на пересечении улицы Бикетовой и проспекта Гагарина. Водитель белой иномарки пытался завершить маневр на запрещающий сигнал светофора, в то время как синий кроссовер летел по четвертой полосе. В результате аварии автомобили получили серьезные повреждения передних частей кузова. На этом обзор криминальных событий завершен. Ну а если вы стали очевидцами происшествий или аварий, присылайте видео на нашу электронную почту. Канал 1ннсобакамол.ру и в группу первого городского телеканала ВКонтакте. По другим темам победа международного уровня. Нижегородец Максим Туреев стал лидером на первом этапе соревнований по картингу, которые состоялись в Латвии. Подробнее об этом и других новостях из мира спорта расскажем далее. Максим Туреев занял первое место в Гонтак Ротакс Нордик Челлендж, показав лучшее время в пяти заездах. 13-летний житель столицы Приволжья боролся за победу в классе юниора наравне с 17-ю сильнейшими пилотами из Латвии, Белоруссии, Эстонии, Польши и Финляндии. В преддверии Мундиаля футбольная тематика не обошла стороной и нижегородские зоопарки. Обитательницы Лимпопо Тапиру Клеопатри предложили определить победителей чемпионата мира 2018. Перед ней поставили 32 контейнера с одинаковыми лакомствами. Посомневавшись, экстрасенс Клеопатра подошла к миске с флагом Аргентины. Второе место Тапир отдала Испания, третье Австралия. А контейнер Хорватии развалила. Относиться к таким предсказаниям серьезно или в шутку – решать вам. Но доля правды в них присутствует. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин впервые стал обладателем Кубка Стэнли. Награду его команде принесла победа со счетом 4-3 над Вегас Голден Найтс в пятом матче финальной серии. Тем не менее, в интернете бурно обсуждают не саму игру, а реакцию Овечкина на трофей. И сдав вопль победителя, капитан Вашингтон Кэпиталс проехал круг почета. Как заметили пользователи в комментариях к видео, удивительно, как от таких жарких поцелуев лед на арене не растаял. Финальный свисток не означает, что шоу закончилось. После победы португальцев над Алжиром Криштиану Роналду сыграл перед зрителями футбол со своим сыном, который, кстати, его полный тезка. С подачи легендарного игрока Реала мальчик забил гол в девятку. Еще несколько лет и футбольные фанаты начнут путать младшего Криштиану со старшим. Промахнулся, чем и вызвал восторг зрителей. Во время главной лиги бейсбола между Сан-Диего и Атлантой игрок Эндер Инкиарте неудачно отбил мяч и попал им в стакан болельщицы. К слову, девушка сидела на дальней трибуне. Неудивительно, что с таким метким бейсболистом в составе Атланта обыграла соперника со счетом 14-1. Тем временем мы объявляем дополнительный набор в школу телеведущих. В состав основной группы решено добавить еще несколько человек. Эти курсы – отличная возможность познать телевидение изнутри, попробовать себя в кадре и получить работу мечты. Суббота, съемки. Уже больше полугода на нашем телеканале выходит программа о преображении нижегородцев в «Стряска» и «Красавчик». Ищет и новых героев и продумывает для них альтернативный образ вместе с экспертами корреспондент Елизавета Кощеева. А попала в нашу команду девушка с телешкольной скамьи. По образованию я эколог, но всегда мечтала оказаться на телевидении. Увидела объявление на первом городском телеканале о наборе в школу телеведущих. Закончила ее успешно. Нас обучали всем основам взаимодействовать с операторами, как правильно брать интервью, как держаться в кадре. И вот спустя некоторое время я тут работаю над программами по преображению нижегородцев. Еще одна выпускница школы ТВ Юлия Вахонина работает над самым модным реалити первого городского «Я топ-модель». А Мария Хмелева участвует в создании коммерческих телепроектов канала. Эти девушки до нашей школы не имели представления о закулисье телевидения. И лишь один курс помог изменить жизнь и уйти из нелюбимой работы. Занятия школы телеведущих построены по принципу «минимум теории, максимум практики». Ученики попадают в реальные телевизионные условия. Студия, камеры, микрофоны у нас все по-настоящему. Кстати, уже во время обучения многие появляются на экране в качестве ведущих, героев рекламы или новостных сюжетов. Однако не каждый участник телешколы записывается на курсы для того, чтобы попасть в телевизор. Наши педагоги помогут преодолеть стеснение во время выступлений перед публикой, научат грамотно выражать свои мысли и располагать к себе собеседника. Расширить свой кругозор, преодолеть стеснение, научиться правильно говорить и выступать перед публикой или приблизиться к мечте о работе на телевидении. Все это реально вместе со школой телеведущих Первого городского телеканала. Мир телевидения еще никого не оставлял равнодушным. Звони прямо сейчас 291-2028. Доброта на улицах Нижнего, странный эвакуатор и панда-скалолаз. Чем еще удивили интернет-пользователи, расскажем в нашем обзоре социальных сетей. Многие считают новый стадион бесполезной постройкой, а кто-то наоборот смотрит на вещи позитивные, используя для себя, используя спортивную арену. В интернете появляется все больше и больше видеоклипов, посвященных этому событию. А почему бы и нет? Как говорится, даешь спортивное настроение в массу. А из нашего окна телебашенка видна. Самая высокая постройка города переоделась специально к чемпионату мира по футболу. Теперь там можно увидеть логотип событий и флаги команд гостей, которые приедут к нам. В мире не без добрых людей, в Нижнем Новгороде не без доброй молодежи. В интернете появилось видео, на котором подросток помогает подняться человеку на пешеходном переходе и перейти дорогу. Чтобы сделать мир лучше, нужно начать с себя. Побольше бы таких людей. Хотел как лучше, получилось как всегда. Мужчину оштрафовали на 200 долларов за то, что он попытался вот таким странным образом перегнать машину друга. Видимо, он решил, что его трицикл не хуже эвакуатора. Остается только один вопрос. Как они разместили автомобиль на столь маленькую площадку? Рожденный ползать летать не может. Рожденный лежать попытался стать скалолазом. Но надо отдать должное этой панде. Со второй попытки ей все-таки удалось взобраться на скалу. Если чего-то очень хотеть, то можно и горы свернуть. Ну а какие интересные события произошли в жизни нижегородцев, они расскажут сами. Мой друг угостил меня шоколадкой. Замуж вышла. Мне принялся кот. Котик. Вот. Теперь он живет дома и радует моим глазом. И понимает мне настроение. Сегодня я сдала экзамен по латыни. Я безумно счастлива. И вообще все прекрасно. Мир заиграл красками, выглянул солнышко. И все супер-купер. В выходные ожидаются два дня рождения моих друзей. Сначала в пятницу и в субботу. И поэтому ждут очень веселые выходные. Я наконец-то встретился со своими друзьями. Ну и далее наш выпуск продолжит прогноз погоды. И вот что ожидает нас в ближайшие три дня. В субботу, 9 июня, днем ожидается небольшой дождь. Плюс 15, ночью плюс 8, пасмурно. В воскресенье, 10 июня, днем также небольшой дождь. Плюс 16, ночью плюс 9, пасмурно. 11 июня, в понедельник, днем плюс 17, небольшой дождь. Ночью плюс 10, пасмурно. И на этом наш выпуск завершен. Мы желаем вам отличного настроения, только хороших новостей. До встречи в городе.